здравствуй путник сегодняшняя история называется интервью с охотником за привидениями это одна из лучших историй за все время существования мракопедии с остальными историями заслужившими этот статус можете ознакомиться в плейлисте мракопедия избранная автор истории Влад Райбер ссылка на Влада будет в описании приятного прослушивания вообще-то я готовил для своей газеты интервью с успешным предпринимателем однако мой собеседник владимир вскользь упомянул о том что в середине 90-х он подрабатывал охотой на привидений разумеется это было чистым шарлатанством но мне стало так любопытно что я уговорил владимира рассказать об этом поподробнее предприниматель которому было около 45 лет смущался пытаясь вспомнить грешную молодость но было заметно что ему и самому хочется поболтать о своей мошеннической подработки расскажите как вы охотились на привидений наконец спросил я дурью маялись смеясь ответил он разместили объявления в трех газетах и номер телефона указали что так и написали ловим привидений смешнее охотники за привидениями взяли из фильма ниже мелким шрифтом перечислили виды услуг вроде очистки квартиру офисов от отрицательной энергии и прочую ерунду и вам звонили после перестройки газеты по швам трещали от мистических историй народ их с удовольствием читал и многие тогда и вправду решили что в их квартирах поселился полтергейст а сколько вас охотников было в команде двое вроде как не совсем уверенно сказал владимир я и мой друг детства мишка забавный такой толстяк неумеха помню как он стол директора какого-то издательского дома перевернул когда полез под него искать барабашку я улыбнулся так вы приходили на дом к тем кто вас вызывал и опрыскивали углы святой водой или нет все по науке подражали героям все того же фильма у нас было антипривиденческое оборудование всякие шипящие устройства с кучей проводов некоторые из них мы сделали сами мишка больше всех любил паять схемы но клиенты неужели это были не только простофили вы упомянули директора издательского дома думаешь среди директоров дураков нет полным полно но в основном до обращались либо очень странные либо очень мнительные люди бывало что и просто одинокие вот однажды нас с мишкой вызвонила пожилая художница утверждая что портрет ее матери написанный ей самой следить за ней глазами когда мы пришли то про этот портрет художница сказала два слова в остальное время показывала нам другие картины и поила чаем заплатила щедро и поблагодарила за компанию но стоит сказать что несколько раз мы сталкивались настоящим полтергейстом или как его назвать короче с чем-то необъяснимым правда тут мы ничем не могли помочь что серьезно видели как вещи по дому летают дразнил я владимира наигранным скептицизмом поверь мне да сам никогда в эту чушь не верил но когда своими глазами видишь короче было дело поподробнее расскажите самый интересный случай но протянул владимир самый интересный случай я лучше приберегу на потом а вот впервые у меня волосы на голове зашевелились когда мы побывали в гостях у одного мужичка он утверждал что в его квартире телевизор и радиоприемник живут своей жизнью на телевизоре сами собой переключались каналы делался громче и тише звук а иногда экран мелькал разными цветами совсем не похожими на обычные помехи радио и вовсе являло странные голоса особенно мужичка напугал грубый мужской бас который запретил ему крутить ручку настройки волны причем дядька был адекватный впечатление психа не производил но нам доверял как специалистом радио и с вами заговорила спросил я нет необычные помехи на экране телевизора были но помехи и есть помехи меня напугало другое у меня была такая штука что-то вроде рации только она предназначалась для передачи азбуки морзе я ее всю перемотал изолентой и выдавал за индикатор аномальных явлений если нажать на круглую красную кнопку раздавался пищащий звук если на прямоугольную сбоку отрывистый шипящий на некоторых людей это производило впечатление так вот в квартире того дядьки мой индикатор сошел с ума когда я направил антенну на экран мерцающего телевизора и нажал на круглую кнопку из динамика послышался непривычный писклявый звук а вырвался ураган писка сначала прибор просто запищал только в несколько раз громче но с каждой секундой звук нарастал и превратился в такой рев что стало больно ушам даже мишка с мужиком схватились за головы а самое главное кнопку то я отпустил но прибор орал как турбина самолета серьезно тебе говорю такой маленький динамик никак не мог издать такой глушительный звук я потом раскрутил любопытство ради там стоял динамик с 5 рублевую монету короче индикатор орал пока я не вытряхнул из него батарейку занятно было и лучше правда это видел только я нас пригласили к себе домой немолодые супруги но как немолодые тогда они мне такими стариками казались а сейчас мне и самому без пяти пятьдесят в их двухкомнатной квартире творилось как раз то что принято называть полтергейстом качалась а иногда и крутилась вешалка в прихожей со скоростью центрифуги билась посуда посреди ночи открывались и закрывались двери это все из рассказов но они оба жена и муж убеждали нас в этом не могли же они спятить на пару и не стали бы супруги платить деньги для того чтобы разыграть молодежь так вот показывали нам квартиру и остался в одной из комнат а мишку повели куда-то еще чтобы не терять времени даром я вытряхнул свои безделушки на пол и начал распутывать провода сижу ковыряюсь и вдруг слышу что-то ерзает прямо передо мной будто кто-то скребет палкой по полу сначала я не обращал внимание но вспомнив что я в комнате один поднял глаза и увидел деревянный стул он перемещался чуть влево и чуть вправо сам по себе будто скрепка под воздействием магнита я выпрямился думаю ну его нафиг и двинулся к выходу но тут стул резко сорвался с места и поехал по полу за мной вот я перепугался выбежал с выпученными глазами вот это да не выдержал я меня не столько сама история удивила сколько то что умный образованный мужчина при галстуке сидит и травит байки а дальше что было да ничего просканировали всю квартиру своими приборами и ушли во своясе это естественно людям не помогло подмигнул мне владимир ну а что там с этим самым интересным не терпелось мне владимир выдержал паузу будто собираясь с мыслями я дал ему время мы сходили покурить вернулись снова уселись напротив друг друга и он продолжил но уже без улыбки этот случай вряд ли можно назвать затейливым лично меня у несколько печалит обычно нашу подработку мы находили веселым занятием но не в этот день погода стояла пасмурная поздняя осень была все уныло и грязно я сидел за рулем мишка как всегда расположился на задних сиденьях как правило в дороге он всегда шутил и смеялся но тогда он спал на ходу приехали мы по записанному адресу ориентируясь по указателям я припарковал машину во дворе старого четырехэтажного дома там жила молодая женщина которая нас и вызвала по телефону она разговаривала так плаксиво и отчаянно что мне сразу подумалось что у нее с головой не все в порядке наш клиент что сказать растолкал спящего мишку выгрузили мы из багажника сумки с оборудованием и потащились на четвертый этаж дверь нам открыл пожилой человек интеллигентного вида который сразу же сказал что мы приехали зря мы оторопели и не решали сходить потому что старик профессор это я крестил его профессором нас не приглашал не надо ребята идите давайте я вам заплачу за ложный вызов и идите себе сказал он причем так мягко и тактично что мне стало неудобно я на мишку оглянулся тут пожал плечами пусть мы и были своего рода мошенниками я был слишком совестливым человеком чтобы навязываться когда нас не хотят но вдруг вмешалась та самая женщина со словами пап пожалуйста дай мне с ними поговорить и тащила профессора в сторону вид у женщины был довольно жалкий волосы растрепаны опухшие заплаканные глаза понимаете мой сын пропал был со мной рядом и исчез я вам уже говорила по телефону вот там в кладовке она все указывала дрожащим пальцем на фанерную дверь ребят послушайте нет у нее сына и не было никогда воскликнул профессор после чего я окончательно убедился что мы связали с шизофреничкой вы уж посмотрите пожалуйста умоляю я уже не знаю что мне делать кого просить женщина заплакала старик ушел в комнату мол ладно делайте что хотите по словам женщины в эту квартиру они переехали недавно она и ее шестилетний сын виталька который якобы пропал спустя несколько дней после переезда мать и ее сын наводили порядок в кладовке старые хозяева скопили много хлама и вдруг мигнула лампочка под потолком после чего ее сына не стало хозяйка была уверена что виталька стоял рядом копошился барахле а потом всего пара секунд без света и он просто исчез мишка начал задавать какие-то дурацкие вопросы будто не слышал замечания профессора насчет того что не было никакого мальчика когда хозяйка в десятый раз повторила про то как исчез ее сын я попросил разрешение осмотреть ту самую кладовку думал посмотрим скажем какую-нибудь чепуху и уберемся отсюда к черту не люблю женских слез женщина угомонилась щелкнула выключателем который был снаружи и распахнула перед нами фанерную дверь сама она туда даже смотреть боялась однако кладовка была всего лишь кладовкой площадь четыре квадрата на полу картонной коробке несколько рулонов обоев и ящик с инструментами я попросила ставить нас ненадолго женщина послушно ушла и мы для вида забурили стесную комнатушку лампочка действительно была плохая светила то яркая то тускло при этом трещала туда бы электрика а не нас я стоял и думал что сказать людям когда мы выйдем а мишка с любопытством озирался будто и вправду искал уголок куда мог бы спрятаться ребенок честно бы заржал над его тупой физиономией но боялся что хозяева услышат так вот только я собирался скомандовать на выход лампочка особо шумно затрещала и погасла мы оказались полной темноте тут на меня наплыл такой ужас что я вскрикнул как девчонка не знаю что тогда на меня нашло но я чуть не обмочился от страха рванулся в двери но врезался в пузо мишки он схватил меня за плечи и все повторял ты чего ты чего свет снова загорелся передо мной стоял мой друг бледный как простыня и лупал глазами ничего не произошло мне даже стало неловко но по-прежнему хотелось поскорее покинуть кладовку и больше никогда туда не заходить владимир замолчал на этом и кончилось спросил я будучи слегка разочарованным ожидал большего ну да кивнул мой собеседник а с той женщиной это что ничего ушли денег естественно не взяли так значит просто ненормальная была жаль ее сказал я но больше мне было жаль что история которая мужчина приберег на потом оказалась настолько сухой и я признался про стул мне больше понравилось но вот знаешь ли после того как мы побывали в кладовке я стал сомневаться в том что женщина была просто больна серьезно такой в темноте увидели ребенка нет ничего этом не видел просто понимаешь до сих пор когда вспоминаю не могу отделаться от смутного ощущения в тот день мы с мишка сели в машину мой друг сел рядом со мной они на заднее сиденье как обычно мне это было как-то в новинку но при этом я задумался почему до этого он всегда предпочитал сидеть позади с тех пор машине он всегда сидел рядом а мне до сих пор думается что на его месте должен сидеть кто-то другой да и сам мишка чувствовал будто что-то не так что вы хотите этим сказать не понял я даже не знаю как объяснить это чтобы было понятно мне кажется что до этого дня на переднем сиденье и вправду кто-то сидел а мишка садился сзади потому чтобы передних места были заняты мной еще кем-то те похоже раньше нас было трое всегда был кто-то третий которого мы с михаилом не можем вспомнить до сих пор я не могу точно сказать так ли это или не так но есть ощущение что был еще человек еще один друг из нашей команды охотников быть может он исчез как сынишка той дамы когда моргнула лампа в кладовке понимаешь совсем исчез даже из памяти но был кстати однажды уже после того случая когда мы ехали по делам я будто по старой привычке назвал мишку андрюхой хотя никакого андрюху не знал а мишка выкатил глаза когда я его так назвал тоже вспомнил что-то еще как-то я спросил мишку кто вообще из нас выдумал эту затею с охотниками за привидениями он задумался и ответил ты да ему бы точно не пришла в голову такая идея но и я не помню когда выдумал эту дурь кажется будто был с нами парень может быть это его звали андрюхой он-то и придумал ловить привидений и ездил с нами по каждому звонку был с нами в гостях у одинокой художницы ходил к мужику у которого был телевизор с помехами ему первому я рассказал про то что видел как за мной поехал стул но я этого парня не помню потому что его вроде как никогда не существовало он зашел с нами в кладовку исчез как тут еще объяснить владимир рассказывал все это так эмоционально что я неосторожно проникся и тоже приуныл а почему тогда та женщина своего сына так хорошо помнила ляпнул я может на то она и мать задумчиво предположил владимир всем спасибо за прослушивание пишите свое мнение в комментарии ставьте лайки или дизлайки если хотите обязательно подписывайтесь на канал присылайте свои истории если хочется поддержать все ссылки в описании подписывайтесь на паблик влада райбера и обязательно еще увидимся